Профессиональное образование в Ненасминском муниципалитете за последнее десятилетие стало неактуальным. По словам представителей молодежи, выбор технического образования стало как бы стереотипом. Все предпочитают высшее образование. В году мы делали там какие-то действия, которые должны вычислить. Мне нужно было сделать это, чтобы это было. Поэтому нам надо было сделать это. Но это всегда было как бы на первую очередь. Поэтому я закончила, что я уже через работу тогда, мы не могу спокойно. То есть я уже не буду. Директор Ненасминского молодежного центра ПИТА, Нарина Гинасян, отмечает, что несмотря на то, что были определенные проекты, направленные на развитие профессионального образования, однако необходим государственный подход к улучшению системы профессионального образования. Стало абсолютно непопулярным и ненужным, к сожалению, из-за этого, потому что нет структуры, которая показала бы, что это успешно, это надо. Технически вот эти вопросы, ну как инжиосектор тоже мы очень много ставим. Вот, например, у нас же строится сейчас железная дорога, да, очень много нужны, правда, профессионалов рабочих. Не задумайтесь, что у нас нету ветеринаров нормальных, как таковых, а абсолютно сельскохозяйственный район. Но это просто показывать, просто говорить одно, но когда уже государство организует всю эту систему и структуру, и она начнет работать, и вот именно технический диплом, скажем так, да, вот сертификат, уже будет иметь большое значение для поступления на работу, и уделять на качество работы, вот тогда уже вот эта система придет в действие. По словам же руководителя Департамента развития профессионального образования Ирины Цародзе, среднетехническое профессиональное образование в Грузии абсолютно бесплатно, а экзамены желающие могут сдавать на языке нацменьшинств. В рамках реформ профессионального образования одной из задач является улучшение географического доступа по всей Грузии. Царство уже почти два года работает над этим и поэтапно проходит улучшение географических доступов для того, чтобы было доступно желающим получить профессиональное образование в муниципалитетах. Для того, чтобы, например, привлечь этническое мещество на сегодняшний день, молодежь, у которого есть желание получить профессиональное образование, профессиональное тестирование может сдать на азербайджанском, армянском и на русском языках. Государство полностью финансирует профессиональное образование, и мы думаем, что постепенно будет меняться и увеличивается желание молодых людей получить профессиональное образование. Халцехский колледж покрывает региональный уровень желающих поступить. До регистрации обязательно проводятся информационные объявления на нашем веб-сайте.